здравствуйте эта программа 8 вкусов готовьте вместе с нами это будет вкусно полезно и интересно а наш гость сегодня дизайнер интерьеров даниэла щербинина здравствуйте по традиции спрашиваю как вы пришли в эту профессию любимое ли это ваше дело всегда ли мечтали быть дизайнером расскажите знаете мечтала мечтала с детства заниматься чем-то творческим интересным конечно у людей существует стереотип что дизайнер интерьеров это это художник что здесь только чистое творчество веселье полет фантазии развеска штор там и и картин да на самом деле это далеко не так 80 процентов профессии это все-таки чертежи это все-таки стройки надзоры и прочие такие тяжелые вещи наверное вот в силу характера с детства эти тяжелые вещи мне удается как раз сочетать и по первому образованию специалист в области международных отношений специализация дипломатия а по второму уже дизайнер интерьера сегодня такие тенденции как мне кажется я могу ошибаться очень многое смешение стилей различных в интерьерах это так да конечно никто уже давным-давно не работает в каких-то классических направлениях что это наверное совершенно неправильно сейчас на данном этапе делать какую-нибудь реконструкцию арт-декотом последнего большого стиля при этом не знаю кинуть туда тапочки или повесить халат из икеи то есть но это же не театральные декорации естественно мы когда работаем над интерьерами мы понимаем что мы делаем их в 2020 году мы используем все самое лучшее конечно в стилях разбираться надо и в сочетании цветов и в эргономике но делать это для современного человека сколько лет уже проходит неделя дизайна во первых да и во вторых насколько важно это мероприятие это событие непосредственно для тех дизайнеров которые творят у нас в городе в приморье неделя дизайна пройдет только второй сезон первый сезон провели в прошлом году стены привет предметы в этом году вот с темой дизайна где ты мероприятие действительно очень важное потому что она носит естественно образовательный характер то есть это очень сильная лекционная программа для дизайнеров для архитекторов для профессиональной публики мы прекрасно понимаем что дизайн это вообще такая профессия который ну хорошо пускай так звучит не стоит на месте да и нужно постоянно насматриваться образовываться посещать выставки для того чтобы быть на волне дизайнеров сейчас очень много хороших дизайнеров к сожалению не так много так вот для того чтобы получить это образование не вузовская а уже вот это вот long life education до какие-то новинки понимать считывать эти тренды обязательно постоянно учиться не у каждого дизайнера к сожалению у нас городе владивостоке есть возможность бросить семью свою работу свои проекты и уехать в такой ретрит путешествие надо по всем выставкам или пойти там слушать спикеров покупать какие-то дорогостоящие курсы поэтому в общем-то и родилась эта идея привозить эти курсы эту образовательную программу сюда в владивосток и мы организаторы я в девчонки юля мешкова катя ткаченко и изначально еще с нами была аня костина да мы сами вообще дизайнеры люди из среды нам не нам самим не хватало этой насмотренности нам самим постоянно хочется повышать свою квалификацию поэтому собственно говоря и родилась эта идея вот привозить этот образовательный блок сюда и если мы можем этим блоком образовательным поделиться с другими дизайнерами с другими профессионалами причем они получают его абсолютно бесплатно это наша принципиальная позиция то это очень хорошо то есть это повышает и проф уровень дизайнеров это повышает и насмотренность принципе горожан в общем я считаю что мы по всем фронтам вот с этим мероприятием выигрываем то есть мы делаем лучше лучше этот город мы сегодня еще обязательно чуть более подробно об этом событии поговорим она будет интересно без исключения думаю всем жителям владивостока а сейчас я предлагаю приступить к дегустации нашего первого блюда это блюдо от шеф-повара давайте попробуем давайте морепродукты как мы видим все как мы любим летом в владивостоке до начнем дегустацию я пожалуй тоже наверное я с кальмара морепродукты как всегда прекрасны вы любите готовить чтобы не сказала что сильно люблю готовить я скорее не люблю тратить на это очень много времени если это какое-то простое блюдо с удовольствием чем меньше ингредиентов на самом деле тем для меня лучше и потому что я считаю что это время могу потратить на что-то более важное на семью на работу поэтому конечно у меня такая прям тяга к готовке нет ни к сожалению ни к счастью просто это такая данность но зато наверное если вы это делаете то всегда делать это с душой творчески подходите к этому процессу но метко я предлагаю продолжить дегустацию нашего блюда а пока шеф-повар андрей юркевич шеф-повар ресторана эбису расскажет как он готовил это блюдо под названием ясай сипудаяки кафе эбису предлагает жителям владивостока окунуться в особый мир японской кухни не только распробовать ее истинный вкус но и прочувствовать атмосферу настоящего японского заведения только в кафе эбису вы сможете отведать и японский комплексный обед bento традиционную японскую пиццу окономияки и другие блюда настоящей японской кухни и рецепты которых были привезены из японии кафе эбису приглашает всех по адресу волгоградская 7а столик можно забронировать по телефону 208 88 60 здравствуйте меня зовут андрей юркевич я являюсь шеф-поваром я японского ресторана эбису сегодня я вам покажу и расскажу как готовить традиционно японское блюдо ясай сифуду яки что в переводе морепродукты жареные с овощами первоначально нам нужны морепродукты можно брать абсолютно любые я у себя в ресторане использую мидий гребешок кальмар креветка также и касается овощей я буду использовать определенные овощи вы можете взять абсолютно любые для приготовления этого блюда нам понадобятся морепродукты их надо изначально дабы чтобы они при жарке морепродуктов с овощами чтобы они не дали воду их надо сначала ошпарить креветку отделяем голову отделяем панцирь для украшения для красоты оставляем хвостик можно две-три головы креветки оставить для декора блюдо будет красиво смотреться японцы едят в основном все палочками поэтому что овощи что морепродукты мы нарезаем так чтобы удобно было брать палочкой виде я использую дальневосточные наши мидия они как правило в двойной ракушке одну ракушку мы убираем защищаем от всяких наростов дабы чтобы не попало это в люди закидываем в горячую воду для того чтобы ошпарить их буквально их несколько секунд они готовы следом идет гребешок буквально секунд десять-пятнадцать не сильно чтобы он сварился иначе будет жесткий кальмар вообще достаточно ошпарить креветка у меня была вареная поэтому я ее ошпаривать не буду если вдруг используйте креветку как тигровая допустим то конечно и тоже надо желательно ошпарить там сковородочку и займемся овощами стараемся нарезать не сильно мелко я использую нарезку вот такими сегментами наливаем немного растительного масла для приготовления этого блюда нет никакого порядка закидывать овощи можно и все одновременно главное чтобы сковородка была нагрета чтобы овощи начали жариться нюансы этого блюда еще и в принципе все блюд которые готовятся с овощами очень должны быть слишком жарены они должны слегка похрустывать дабы сохранить все витамины и полезные качества и свойства поэтому обжариваем до полуготовности японской кухни как правило овощи являются одним из важнейшим продуктом питания японии очень часто используют овощи с мясом различным с морепродуктами это идет баланс витаминов очень полезно для здоровья блюдо готовится довольно быстро ничего сложного нету вот овощи уже почти приготовились наполовину закидываем все остальные морепродукты в принципе морепродукт у нас ошпаренные овощи уже готовы поэтому долго жарить его не надо но и последний но не маловажный ингредиент это соус унаги очень хорошо подходит к овощам и к морепродуктам кто как хочет поможет чуть-чуть по лицу много соль перец тоже уже по вкусу я лично не добавляю потому что в этом соусе уже есть и соль и сахар и все и самое главное теперь надо чтобы этот соус коронизовался этого мы слегка обжариваем этот соус морепродуктами принципе блюдо у нас готова теперь займемся его подачей украшения берем тарелку самое простое без лишнего пафоса мы берем лист салата выкладываем морепродукты на тарелочку добавим зеленого лучка для свежести и как я говорил вот эти вот головы пойдут у нас на украшение я сайси фудуяки что в переводе овощи жареные с морепродуктами готовы все легко и просто приятного аппетита в реми всегда вкусно продукция собственного производства реми салаты фастфуд и кулинария со скидкой 40 процентов с восьми часов вечера и до закрытия магазина и мы начинаем приготовление основного блюда нашей программы и я хочу напомнить что сеть супермаркетов доступных цен реми предоставила нам сегодня продукты мы можем видеть что это сыр тофу грибы куриная грудка пекинская капуста лук а вот что именно из этих продуктов мы будем готовить расскажет наш шеф-повар андрей андрей вам слово готовить традиционно опять же японское блюдо семейное традиционно это наба наба блюдо которое готовится непосредственно на столе при гостях как правило это когда приходят гости в дом хозяину он ставит печку собирает ингредиенты они абсолютно будут разные в этом наба будет у нас вот уже перечислили ингредиенты на бы можно использовать как и морепродукты так и мясо как все остальное готовится на при гостях при том при всем они общаются разговаривают и потом уже сидят сидят это все за столом плюс насыщается комната всеми ароматами и аппетитом будем начинать с нарезки продуктов если вдруг будет что-то не так либо мелко крупная поправлю вас хорошо так но приблизительно приблизительно допустим кубики к салонка вдоль вдоль мы берем капусту и вот чтобы долго не думая мы нарезаем ее курицу можно также под углом резать грибы вообще можно еще проще крупные на 6 частей мелкие на 4 должно быть и эстетика немножко тем более японцы да они любят всю эту эстетику красоту вот они даже вывели специально специально хризантемы маленькие такие пяти цветов их можно есть они сладкие три года до андрей жили в японии насколько я знаю не постоянно в совокупе то есть я туда ездил на стажировку повышение квалификации и какие-то рецепты оттуда привозил отлично груз по порезано то что надо мне кажется вот для азиатов и в частности для японцев очень важна эстетика блюда до чтобы она красиво выглядело так это и но обязательно поэтому сегодня красиво специальные травки какие-то специальные у них цели листочки цветочки все это вот украшается так то есть у них сашими который подается да это самое главное блюдо в японии это сашими сырые морепродукты и рыба это произведение искусства ко всему остальному относятся в принципе как по-домашнему но вот это должно вот так даже так если рыба у них утра заморожена они никогда есть не будут уже из нее жарят либо варят что-то либо термическая обработка да и чем допустим магазине уникальность у по поводу скидки это вообще то есть правильно русские люди приходят туда и покупают все продукты как можно позже к закрытию потому что цена как вы закрыть уже по даже в течение дня так ну этим ножом можно да можно порезать то есть вот эта шутка про рыбу 2 свежести она все-таки града здесь работает так грибы я нарезала не знаю насколько правильно отлично но постарался здорово все великолепно просто при обработке при варке это все уменьшится это все даст определенные вкусы то сыр тофу сыр тофу нам надо половина ровно и режем его кубиками потом также половинку вдоль и режем кубиками довольно большими днила мне кажется что касается эстетики момента вам как дизайнеру это очень важно да наверное вот и близко ротика как вы это делаете честно сказать я не особо а то есть вы не особо готова мне как-то так в жизни повезло и у меня супруг всегда готовил а до этого бабушка поваром работала всю жизнь и поэтому я такой на хлебник получается разданила дизайнер у меня есть одна тогда идея может быть она как раз разложить все эти ингредиенты лично давай о как вот это дизайнеры да то есть вот вот эти все продукты надо положить сюда бы я начала с какой-то подложки из зелени а я вас попрошу в процессе рассказать про мероприятие которое скоро уже состоится во владивостоке такое глобальное событие можно сказать я знаю что ожидаются даже какие-то мировые премьеры да это неделя дизайна во владивостоке данила вам слова расскажите когда она пройдет кому будет интересно и полезно туда прийти но смотрите недели дизайна пройдет с 1 по 4 октября и все сразу задают вопрос почему неделя и четыре дня я начну сразу жаловаться потому что нас нас не совсем поддерживает государство то есть не выделяет деньги мы это делаем собственно говоря на свои средства на средства спонсоров и партнеров в прошлом году это было три дня в этом году четыре дня ну и соответственно наверное как когда-нибудь мы дойдем до недели устойчивое движение стороны даст перна 7 дней есть пройдет на набережной царевича в здании артиллерийских мастерских мы в свое время год назад очистили это помещение от мусора вывезли 21 15-тонную машину мусора вообще оттуда ничего себе сколько в центре города в памятнике архитектуры да собственно говоря привели здание в пригодный для выставки вид до пригласили интерьерные компании местные вот на три дня загудели про дизайн то есть это и образовательная история безусловно то есть мы везем спикеров из москвы с мировыми там именами да и интерьерные компании нашего города они выставляют там свои стенды под кураторство местных дизайнеров интерьеров то есть каждый стенд курирует один дизайнер достаточно известные там студии просто час когда я заговорил и начала жестикулировать я подшумок подшумок накидать продуктов накидать продуктов мы все-таки готовим да но я дизайн не буду портить а тут так слева справа подложу да то есть тут понятно да с поддержите концепции система у нас у каждого стенда интерьерной компании который участвует у нас в экспо самой выставке есть дизайнер-куратор дизайнер готовит концепцию исходя из того что хотят показать интерьерные компании до утверждают о нас как организаторов и потом приступают к реализации то есть это прям все индивидуально это действительно очень круто и в прошлом году у нас выставку посетила ольга косарева на известный тренд аналитик она посещает в принципе все выставки в мире даже она сделана комплимент сказалось что некоторые стенды как милане и для нас это было прям туда это очень приятная был большой комплимент структура мероприятие она делится на то что это экспо эта выставка это образовательный блок то есть мы привозим спикеров до которые рассказывают о своем опыте рассказывают какие-то там о трендах о новинках в дизайне то есть это интересно для узкой профильной публики то есть для дизайнеров для архитекторов вообще по большому счету когда начинаешь думать о том что люди говорят что они не имеют отношения к дизайну вот вы сейчас даже стоите вы к нему имеете самое прямое отношение очень приятно что кажется я помню то что готовлю и дизайнер ну да на самом деле это тоже это эргономика на самом деле то что касается японии в первую очередь это ножи которые вы держите в руках для для этого же этот нож придумал какой-то предметный или промышленный дизайнер мы просто об этом не задумываемся никогда на самом деле дизайном в принципе вокруг нас везде всюду всюду да поэтому я думаю что вот вы сказали что есть там узкопрофильные до блоки в мероприятии в этом большом масштабном но мне кажется что интересно будет и просто жителям города прийти посмотреть вообще узнать о трендах в интерьерах да и просто насладиться картинкой я думаю там будет на чтобы за 3 там каждый стенд он как фото зона то есть действительно людям это интересно плюс у нас есть еще дополнительный блок мастер-классов интерьерных для детей это абсолютно вообще мероприятие в принципе бесплатная для всех для дизайнеров для жителей то есть для для детей которые приходят и начинает там заниматься какой-нибудь там заливкой эпоксидной смолы каких-нибудь досок то есть или затиркой мозаики кто покраска то есть это ну это очень познавательно и весело ну как прям так не хочется курицу закрывать ничего горочкой потом все равно это все в процессе перемешать можно сильно не стараться выкладывают не но опять же мы вспоминаем эстетику и вообще нужно наслаждаться когда готовите всегда наслаждайтесь процессом сначала визуально потом обоняние но потом вкус то есть если это будет выглядеть некрасиво но это будет допустим вкусно пахнет и будет вкусно ну это же не может если все в совокупе нельзя если мы готовим японское блюдо да никак нельзя обойти без сакуры это символы японии поэтому мы из морковки пока если вы рассказывали интересные вещи я уже приготовил цветочки сакуры дизайн где ты прям вообще так мило а вы получается вот этой штукой вырезали сердце это формочка для сакуры это тоже привезено из японии то есть для того чтобы так вот декорировать в принципе наше блюдо готово теперь главное добавить бульон бульон я уже сделал приготовил заранее здесь находится куриный бульон соевый соус соль но и если есть возможность либо желание устричного соуса мы ставим блюдо как вот по всем традициям на огонь заливаем бульон то есть то что там прямо сейчас так много всех ингредиентов это хорошо должно быть до плотного продукта она будет вариться она при отдаст все вкусы бульона сам бульон вкусный и потом это уже очень попробуем а такой вопрос андрей ну не у всех дома есть нами газовая печка и специальный котелок для приготовления если мы будем делать это в обычной кастрюле вообще без проблем я хотел кстати об этом сказать что это просто я использую как подачу у себя в ресторане вот поэтому решил сделать так на самом деле можно использовать в кастрюльке в любом сотейники даже если есть глубокая сковородка подобие волк можно и в ней делать вообще без проблем удобно лопатки кстати для этого тоже нам понадобится 1 для того чтобы насыпать непосредственно продукты ингредиенты и для бульончиками пока мы ждем хотела спросить у даниэлы во-первых про мировые премьеры которые ожидаются на непосредственно недели дизайна во владивостоке и про спикеров тема недели дизайна она меняется из года в год в прошлом году и мы так решили обозначать это по молодежным по современному хэштегами да и в прошлом году это было привет привет предмет и мы привозили сюда клуб промышленных дизайнеров россии это наши русские ребята не только придумали например какой-то предмет декора там интерьера стул стола так далее но научились это производить массово это очень важно и очень сложно делать в нашей стране да это не такое не кустарное производство прям поставить на поток как икея согласовать наверное все этом вопросы стоимости и даже согласовать там это сертификаты на экспорт потому что мы с ним познакомились в прошлом позапрошлом году нет в прошлом году в милане была там в милане когда проходила выставка и салоне а была русская улица это было так гордо идти по русской улице ты знаешь что там там твои ребята вообще хоть они там и москвичи и там запада есть правда из владивостока вот катя шаян она тоже в их составе и прямо чувствую что какую-то свою такую сопричастность что наши тоже могут и наши делает круто в этом году у нас будут предметные дизайнеры промышленные но мы немножко изменили тему и тема дизайн где ты и она очень наверно созвучно вот этой ситуации в которой в принципе попал весь мир даст пандемии с карантином прилетят сюда ребята которые живут в россии но творят творят дизайн по всему миру сделают ну вот то есть человек например вот горько венка григорий да он приедет со своей тоже экспозиции он живет в хабаровске он трехкратный обладатель red dot дизайна ворс это самая престижная премия в область оскар бриллиане да 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 предметного и промышленного дизайна ему для этого не нужно переезжать из хабаровска жить не в какую другую ни страну не даже город то есть находясь там он творит просто чудеса по-другому это не назовешь и в этом году у нас будет премьера григорий привезет хома это такая статуя трехметровая статуя человека вылитая из цветных шаров стеклянных которая должна была бы сейчас в принципе висеть и в нью-йорке но к сожалению коронавирус не позволил ему провести эту экспозицию до в оффлайне я знаю что у него но он может быть подробнее об этом в этом расскажет но я так приоткрою завесу тайны да знаю что у него есть контракты и в макао уже там с мая месяца если откроются границы в общем мы на данном этапе будем первой площадкой в мире не только не в россии которые выставят в оффлайне эту скульптуру поэтому обязательно это прям масте то есть надо приходить смотреть вдохновляться это что касается ну вот и мы снимали еще на карантине если мы закончить уже тему этой пандемии на самом деле многие наверное же от нее устали да и все пытаются выйти в какую-то обычную привычную жизнь во время карантина у нас на набережной цесаревича мы собрали такой как сказать конгломерат такую компанию художников известных художников города владивостока и провели там выставку на выставку это на этой выставке побывал всего один человек на самом деле мы сняли короткометражный фильм он так и называется картина карантина это очень известные художники города вот там и евгений макеев и лёша филатов и маша шибека и козьмины в общем мы и рыжая собака очень 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 много на премьеру этого фильма мы запланировали тоже на во время недели дизайна это будет 4 числа в воскресенье мы ее покажем это все будет в анонсах о том как художественное общество владивостока отреагировала на вот эту ситуацию с пандемией с коронавирусом это действительно интересно и не только для них я думаю что и для широкой публики познакомиться с этими ребятами как попасть куда прийти нужно где посмотреть вообще исчерпывающую информацию по мероприятию думаю многие сейчас захотели уже у нас есть инстаграм у нас есть сайт он так и называется владивосток дизайн век точка ру очень длинно но очень как бы достаточно понятно без всяких нижних подчеркиваний и всего остального там будет вывешена программа полностью по но сценарий именно самих спикеры как будут выступать лекции до с 1 по 4 октября на набережной царевича единственный момент что 1 октября это мероприятие будет закрыта для широкой публики она будет открыта по предварительной регистрации только для дизайнеров только для архитекторов и только для строителей потому что это тоже определенная про вписовка и нам есть о чем он друг с другом поговорить вот и в принципе это мировой опыт мы его не придумали сами то есть везде и в милане проводятся так выставки когда сначала прилетают только дизайнеры а потом на два дня открывается все это все вся эта выставка все это мероприятие для для остальных людей поэтому вот всех мы приглашаем уже 2 3 4 октября жители могут получить билет на сайте предварительно зарегистрировавшись на два часа это тоже опыт который сейчас ну вот нам необходимо применять до эрмитаж сейчас так работает у нас будут то и обработки антисептики и перчатки и волонтеры которые работали там на том же в эфи до всех под экранах будут и проверять и температуру и человек может быть и будет иметь возможность посетить эту выставку на два часа из из расчета там один человек на 4 квадратных метра ну то есть это реалии в которых мы сейчас живем и мы очень просим всех с пониманием к этому отнестись и наш ведущий постоянно будет объяснять как бы людям что прошли два часа побыли на мероприятии посмотрели дайте возможность другим людям тоже его посетить ну вот в таком формате вся эта информация будет исчерпывающая на нашем сайте в принципе как раз вот за ваш незатей вы такой интересный очень разговор наше блюдо уже приготовилась я же говорю готовить его не слишком долго она закипела 5 6 7 максимум 8 минут все зависит от мяса не вот на не надо там до саливать ничего не надо как раз вот здесь да там концентрировано уже до пропорция соли и бульона кстати бульон можно использовать как овощной из морепродуктов куриный бульон это вы для вегетарианцев тоже это блюдо очень подходит поэтому можно без экспериментировать японцы я читала я не знаю насколько это правдивая информация что как появились суши до в японии рис в рисе хранили рыбу как-то ферментировалась там все и потом таким образом они правильно правда вот прям в точности как сказали то бишь японцы думали как сохранить свежую рыбу намного дольше вот тот момент не было ни холодильников я мы были дал не давали эту температуру и они решили заворачивать рыбу то есть как-то получилось тоже не помню рыбу в рис и она намного дольше за счет того что вот рис со своими ферментами да да она долго дольше сохранялась ну а почему бы не попробовать еще еще и так это еще еще и вкусно получилось как это по японски это очень вкусно ой 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 мы сегодня говорим говорите да это вкусно я предлагаю сервировать наше блюдо наверное да мы же будем пробовать вы расскажите андрей как нам надо перемешать наверное или нет есть две поварешки для на бы одна для сухих продуктов другая для бульона накладываем сухие продукты потом даниила я хочу чтобы вы как наш гость сегодня это сделать интересен какой момент как вам удалось к этому прийти все организовать учитывая что вы озвучили что какой-то особой поддержки там до государства нет у этого мероприятия при этом она бесплатная для всех да как вообще это команда какая-то наверное вы знаете вообще-то изначально величие замысла я считаю что если человек действительно чего-то хочет сделать что он это сделает и вся вселенная ему будет благоволить вот и безусловно эта команда то есть ребята которые работали над недели дизайна не это прямо мфу из понимать у нас нет там отдельно юриста отдельно маркетолога там рекламщика или еще кого-то то есть человек тут же разговаривает с партнерами тут же дает указание строителю где построить там стенды тут же сам рисует макет как забрендировать автобус а мы теперь знаем где у автобуса есть жабры на секундочку чтобы наклейка на них не попала сюда просто такое стечение людей и я очень благодарна тому что они вообще в моей жизни появились то есть я считаю что люди это самое большое богатство пробуем давайте я правда забыла как по-японски вкусно слышать то ищи то ищи а вы еще вкусно да это точно очень очень такой концентрированный бульон до концентрированный я люблю тофу чувствую здесь вода своя курица прям насыщена можно курицу заменять свининой все стройные вообще овощи у них везде то есть они прям сумасшедшие по овощам то есть вот я первое блюдо когда готовил там тоже я рассказывал о том что баланс овощи то есть овощи с мясом овощи с рыбой по овощи с морепродуктами овощи везде они до отдельно даже просто можно взять вот приходишь они капусту кладут тут пока миссии ждете капусту разодрали положили вот человек сидит ест чем это настолько вкусно сладко что еще это полезно нужно брать пример согласен особенно нам рядом рядом живем них вообще как правило нету супов это мы посчитаем что это суп да допустим тот же самый раман да вот это на самом деле лапша насыщенная бульоном то есть они лапшу седают бульон убирают поэтому у них ничего не зажарится на рояда да 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 такого нет время всегда вкусно продукция собственного производства рэми салаты фастфуд и кулинария со скидкой 40 процентов с 8 часов вечера и до закрытия магазина я хочу подвести итог нашей программе и поблагодарить вас и андрея и даниэлу хочу поблагодарить потому что я сегодня например узнал очень много интересного и полезного и я хочу призвать наши телезрители готовить вместе с нами полезную еду не зажаривается попробовать сделать что-то новое это будет легко и не менее вкусно чем мы привыкли готовьте вместе с нами это будет вкусно полезно и интересно это была программа 8 вкусов пока пока Субтитры подогнал «Симон»